Я передаю вам приглашение в нашу гостину на примирение. На тот случай, если вам понадобится наша помощь, мы всегда рады вас видеть. Сейчас Ирина улыбается. Ещё год назад плакала от безысходности. Женщина просит не называть её фамилию и не хочет рассказывать подробности ситуации, с которой она пришла за помощью к медиаторам. Случай нетипичный и сложный. Ирина в разводе уже 10 лет. По-доброму решать вопросы с бывшим мужем не получалось. Семь лет точно я пыталась с ним договориться. И мы обращались к юристам. И были моменты, что я платила очень большие деньги. Никакими путями я не могла договариваться. Медиатором в нашем случае выступил очень-очень мудрый человек, который нашёл вот эту важную-важную тропинку к моей душе, к душе бывшего супруга. Чтобы достичь общего знаменателя, бывшим супругам пришлось пойти на уступки. Сеансы медиации проходят в малом зале Владимирского дворца бракосочетания. В непринуждённой обстановке за чашкой чая. Проект финансируется за счёт средств фонда президентских грантов. Поэтому консультации бесплатные. Проект ориентирован на помощь семьям с детьми. Но работают и с молодожёнами, которые ещё не стали родителями. За последние полгода в гостиную примирения обратились более 50 семей. В 80% случаев медиаторы помогли. Медиативное соглашение – это не сама цель. Потому что разрешить вопрос можно даже каким-то меморандумом. Просто договорились и решили вопрос. Кто-то договорился и ушёл вместе навсегда. Кто-то договорились о том, как они взаимодействуют после расторжения брака. Не всегда люди сохраняют брак. Но хотя бы мирно договариваются, с кем будет жить ребёнок и как часто будет видеться с другим родителем. Семьям, которые находятся на грани развода, можно помочь. Супругов ждут в гостиной примирения. Екатерина Старикова, Олег Маньков, Губерния, 33.